Все закончилось. Больше нет опасностей. Твой брат в порядке? Не знаю. А анализы, тесты, масты, все сделали. Они теперь их проверяют. Скоро выйдут результаты анализа, к моему что-нибудь. Селен. 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 Хорошо, что ты пришла. Катыш, как его звали? Нишан. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . 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 Дедушка. Мама ни в чем не надо. А что ей еще сделать? Что еще сделать? Она забрала у меня моих детей. Она все разбила и ушла. Что еще сделать? Я ничего не сделала. Твой сын захотел, чтобы так было. Мой сын умирал. Умирал. Я Джана. Мой сын умирал в больницу. У него не было пульса. А если бы с моим сыном что-то случилось? Что бы вы тогда делали? Все твой сын сделал ему маньяк. Я ни в чем не виновата. Минуту. На смотри. Ты тоже смотри. Что это? Что это? Паспорта? Твой сын сделал. Себе, маме и Джану. Видишь? Хорошенько посмотри. Смотри и пойми его намерения. Еще и отчитывайте маму. Сначала постеснялись бы. Хорошо, хватит. Что бы с ним не случилось, случилось из-за его... Пойдем. Пошли. У них большая боль. Я понимаю их. Астин, пусть выгодится. Успокойся. Успокойся. Это уже второй раз. У меня было двое сыновей. И оба умерли из-за тебя. А теперь Эждер разобрала? Эждер. Ты два раза разбил мое сердце. Два раза на меня отсыпали песок. Я его умоляла. Сколько раз умоляла, чтобы он вернул Джану. Но он не послушал. Эждер из-за тебя умер. Не пытайся сгрозить с себя вину и обликнуть свою совесть. Что пришлось пережить моим сыновьям по твоей вине, что пришлось пережить мне. Пусть тысячу раз больше придется пережить тебе, дай Аллах. Пусть твое сердце так же разрывается несколько раз, как и мое. Мой Юб ушел из-за тебя. Мой Эждер ушел из-за тебя. Дай Аллах, ты не увидишь белый свет. Не беспокойся, мы и так его не видим. Все проживают то, что им предназначено. Мама, что за разговоры? Что случилось с Эждером? Почему вы молчите? Что случилось? А что-то случилось с братом? Тетя, тетя, держи, Хасан, держи, давай посадим ее. Присядь. Тетя, тетя. Мы едем в палату, маленький господин. Твои родители здесь и они ждут тебя. Они очень волновались за тебя. Мой брат, брат, дочь, моя Каде. Прошу, не делай так, ты единственная моя. Осталось лишь ты, дитя мое, не надо так. Отвезем ее в палату, будем успокоить, она придет от себя. Хорошо, как скажешь, дочка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Гюль, бери. Ты разрушила мою семью. Пусть Аллах бережет тебя от моего гнева. Дедушка, Хасан. Мама. Почему ты расстраиваешься? Дядя получил подослугу. Он заплатил за то, что заставил пережить тебя. Аллах есть Аллах. Нет, дочка, не так, послушай. Мама, нет, ты послушай. Они пришли и ругают тебя. Не вздумай плакать за них. Я тоже буду ругать тебя. Я каждую ночь в своих кошмарных снах вижу Али. Что это значит? Поэтому я лучше всех понимаю и твой страх, и твою боль. Нет, дочка, я не расстраиваюсь. Не из-за твоего дяди, не из-за слов твоего деда. Я просто думаю. Посмотри на Иждер. Он навредил и мне, и самому себе. И если бы он в свое время не поступал так со мной, я бы не села в тюрьму. Все было бы совсем другим. Мы были бы очень счастливы. Мы были бы все вместе. Вы бы не открывались от своего дома. Ваша бабушка не теряла бы своего сына. А теперь посмотри на нас. Нам больно. Это боль никогда не закончится. Мой дядя из-за своего скотства все испортил. Ты права. Но я не прощу меня. И ты не прощай. Они не заслуживают твоего доброго сердца. Разве ты не видела дедушку? Его сын не умер, а он до сих пор угрожает тебе. Они и вину за смерть моего отца повесили на тебя. И снова хотят пожертвовать тобой. Нет, дочка, на этот раз так не будет. Ты не бойся. Я сильнее, чем раньше. А вы рядом со мной. Никто нас не разручит, ты поняла? Никто нас не разрушит больше. Пусть твоего дядя простит Аллах. Нам не нужно его судить. Ай, моя дорогая дочка. Выросла и стала подругой своей матери. Моя красивая мама. Бурджо, ты сходи в отдел полиции и посмотри запись, чтобы ничего не пропустить. Если кое-кто, кроме Джабара, кто связан за этим делом, хорошо? Чтобы никто не оставался без наказания. Секунду, мне нужно отключить. Джана отвозят в палату, я сообщу Гюльпери. Гюльпери, я видел Джана, видимо его отвезли в палату. Как, как, ты поговорил? Его сейчас же покажут маму. Конечно, дочка, доктор же сказал, что мы сможем увидеть его в палате. Давай, давай посмотрим на него. Ты был там, когда нашли Иждера? Да. Да. До сих пор стоит их глазами. Конечно, это нормально. Не впечатлить тебя невозможно. Ты пожертвовал собой ради Гюльпери. Ты встал перед ней, чтобы не попали в нее. Если бы он нажал на курок, то пуля попала бы в тебя. Ты готов ради нее умереть? Неужели ты так любишь ее? Я не могу даже не думать, если бы я была на ее месте. Ты сделал бы то же самое ради меня? Я не могу. Ну что? У тебя нет ответа, правда? Неужели ты настолько ненавидишь мать своего ребенка? Ты хочешь, чтобы я умерла? Сегодня умер человек. Один маленький ребенок был на волоске от смерти. Что ты до сих пор хочешь от меня? Не надо. Я получу ответ, отец, спасибо. Не надо, ради Аллаха. Разве такое возможно? Неужели я хотел бы тебе навредить? Ты это говоришь ради Артемис, правда? Чтобы твоя дочь не осталась без матери. Чтобы не огорчать ее. Ты испортил мне жизнь. Ты испортил мою жизнь. Шейма, послушай. Мы приняли решение. Наш брак окончен. Мы столько лет старались. У нас есть самая красивая в мире дочь. Ну же. Потрати всю эту энергию на нее. Давай. Я не хочу, чтобы ты расстраивалась. Я не хочу, чтобы тебе был нанесен вред. Разве такое возможно? Ты до сих пор мне очень дорога. Но не так, как Гюрпери, правда? Ты посмотри, на что ты готов ради нее. Твоя работа, твое прошлое. Ты жертвовал своей жизнью, жизнью своей. Ты чуть не пожертвовал своей жизнью. Я поверить не могу, я сойду с ума. Как ты мог такое сделать? Сказать тебе кое-что? Не стоит того, Кадир. Та женщина не сделает тебя счастливым. Не получится. И ты снова вернешься к моей двери, ты будешь уморять. Но приму ли я тебя обратно? Не забывай мои слова. Хасан, нам нужно поговорить. Очень срочно. Ты мне нужен. Но это не из-за дружбы. Это касается нас обоих. Твоей матери. Моего отца. Даже семьи. Все, понимаешь? Все. Душа моя. Он уже сел. Цыпленок. Цыпленок, разве мы обижены? Ты не посмотришь на нас? Джон? 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 Сынок. Джан. Ой, мой родной, я умру за тебя. О, мой прекрасный. С прекрасным запахом. Дай-ка подсмотрю, ты в порядке? Субтитры подогнал «Симон» Все прошло, дорогой. Больше никто не сможет забрать тебя у нас, хорошо? Он точно обиделся. Поэтому у него грустное лицо. Все случилось из-за меня. Прошу прощения. Прости меня. Я так боялась, что не смогу тебе это сказать. Больше я не отпущу твою руку, даже если меня зарежут. Я не отпущу твою руку. Я не отпущу твою руку. Я не отпущу твою руку. Субтитры создавал DimaTorzok Мама, со мной что-то случилось. Я не слышу. Что? Мама, что Джан говорит? Джан, ну серьезно, мама, это правда? Ты что говоришь? Ты что говоришь, малыш? Я не слышу, не слышу. Я вас не слышу. Я стал глухим, мама. Не бойся, хорошо? Я сейчас же позову врача. Останься с братом. Мама, подожди. Не отходи от Джан, а мы сейчас придем. Жди, хорошо? Мама, подожди, я не слышу. Джан говорит, что не слышит. Что это значит? Я как раз шел с вами поговорить. Вот бы я успел, прежде чем вы увидели Джан. Давайте сядем и поговорим вместе. Я тоже пойду. Джан пережил мозговую травму. В этот же момент было травмировано внутреннее ухо. В результате этого он переживает внезапную потерю слуха. Это так и останется. Травма свежая. Это обнадеживает. Ему срочно нужно сделать гипербарическую оксигенацию. Как это? Мой брат может остаться глухим, он не сможет слышать. Если начнем сейчас же, то его шансы услышать увеличиваются. Хорошо, сейчас же начнем. Сейчас же начнем лечение. К сожалению, в нашей больнице нет договора с государством. Возможно, вы сначала захотите узнать стоимость из бухгалтерии. Я не понял. Я не понял. Это что, очень дорогая вещь? Мы не можем начать, не заплатив. Это очень дорогая вещь. Весь пакет программы лечения будет стоить примерно 20 тысяч лир. Кроме прочих услуг, конечно. Будет более целесообразно встретиться с бухгалтерией. Сколько у вас есть времени, чтобы начать лечение? Время против вас. Через две недели у него не останется шанса опять слышать. Только с помощью аппарата. Господин Барыш, я побеспокоила, но вы говорили, да не знаю, когда закончим операцию. До меня дойдет информация, пока мы будем разбираться. Я запишу Джана, и мы начнем. Субтитры подогнал «Симон»!